Сейчас мне 42 года и много планов, большие мечты на будущее. И слава Господу, это только благодаря Богу. Мне не было 20 лет, я уже пристрастилась к наркотикам. И долгое время употребляла наркотики, могла также и алкоголем злоупотреблять. И все эти вещи разрушили мою жизнь основательно. Через 10 лет, после того, как вот эта зависимость в мою жизнь пришла, я поняла, что жизнь разрушена и сама ничего не могла сделать. Мой один знакомый проходил реабилитацию в одном реабилитационном центре, и посоветовал мне туда обратиться за помощью к этим людям. Я видела, что его жизнь изменилась, и это была последней, наверное, надеждой для меня. Я решила попробовать. В 2005 году я проходила реабилитацию. Я поняла, что есть другая жизнь, что люди живут совершенно по-другому, а не какие-то другие совершенно. Они были такие радостные, счастливые. Я этому завидовала и хотела так же жить. То есть меня Бог уже тогда начал касаться, и в принципе даже в какой-то степени уже изменил мою жизнь. После реабилитации какое-то время я еще держалась, не употребляла наркотики, пыталась наладить семью, но так получилось, что поддержки со стороны семьи я не видела, со стороны мужа, со стороны мамы. И все-таки эта разруха, которая была в моей жизни прежде, она вернулась, потому что я перестала общаться с верующими людьми, перестала посещать церковь. Все вернулось на круги свои, причем еще намного все сильнее и хуже стало в моей жизни. От меня отвернулись все мои близкие, родные. От меня ушел муж, ребенок, перестала общаться со мной мама. Я осталась совершенно одна. Помимо того, что было тяжело в одной жить так, еще так же и физически как бы уже пришло такое истощение. Я висела 38 килограмм. То есть, ну, это ходячий покойник. В принципе, на меня можно было посмотреть и сказать, что это все уже не жалеет этот человек. И я вспомнила ту благодать, которую где-то когда-то переживала. Я вспомнила о том, что есть Бог, о том, что как классно с Ним жить, о том, что Он мне когда-то помог, почему еще раз не попробовать. Все эти чувства как бы изыграли. Я приняла еще раз решение попробовать еще раз. И Господь, Он милостивый. Я пережила эту милость снова. То есть, я поняла, что Бог меня простил. Он опять принял меня к себе. И моя жизнь, она кардинально поменялась. Я сама из Санкт-Петербурга. Но сейчас, на данный момент, 4 года уже живу в Выборге. У меня здесь другая семья, новая семья. Во-первых, семья в Господе. Это братья, сестры, те люди, которые мне дороги. Много с кем. Я нашла новых друзей. У нас очень большой круг общения. И у меня другая семья, именно физически. У меня муж верующий. Маленький ребенок. Три года почти. И я пересмотрела все в своей жизни. Я никогда не думала, что жизнь в браке может быть такой счастливой. То есть Господь открывает такие вещи, что, может быть, ему жену, оказывается, могут жить счастливой. Я никогда этого не переживала раньше. Не ощущала этого. Что бывает настоящая дружба, настоящие чистые отношения. Я понимаю, что они теперь, ну, только в Боге, наверное, могут быть. Потому что в обычной жизни везде, со всех сторон, всегда ждешь подвоха. А здесь как-то вот все по-другому. Все взаимоотношения, она построена и в Господе, они совершенно другие. И я понимаю, что это милость Божья, что со мной сейчас происходит. Я занимаюсь делом, которое мне очень нравится, в плане того, что я работаю вообще на работе, которая мне нравится, с верующими людьми. Бог дает возможность и там служить. То есть контингент у нас такой, что в основном люди выпивают или употребляют наркотики, приходят. Есть возможность им послужить словом, то есть рассказать о том, что со мной произошло. Бог использует в этом. Как бы есть даже плоды того, что у нас одна женщина пришла на работу. Я ей свидетельствовала. Она в серьезной алкогольной зависимости находилась. В конце концов, она сейчас проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге. Вот я как бы помогла ей уехать. И уже собирается на библейскую школу идти там. Она очень рада и счастлива. То есть есть плоды даже этой деятельности. Потом еще Господь дает также возможность служить здесь в Выборге людям, которые обделенные домом, обделенные семьей, у которых нет документов. В общем, бомжи, так как в простонародье это называется. Почему-то Бог вкладывает в сердце служить именно таким людям. То есть мы помогаем им. Помогаем с документами, помогаем с жильем, помогаем с едой, с работой. Вот как-то в плане того, чтобы вернуть их в социум, наладить жизнь. И, конечно же, свидетельствуем о том, что это Бог ведет свою работу с ними через нас, возможно. Бог делает так, что у нас сейчас наладились с мамой отношениями. Она к нам приезжает в гости из Питера. Вот как бы стараюсь, конечно же, ей свидетельствовать, говорить, посвящать ее, да, в наше служение, в наши дела. Я вижу, что Бог тоже ведет свою работу, потому что она очень часто приходит на наше собрание, там плачет. Вот Дух Святой касается, я думаю, что через это тоже ее сердце меняется. Поэтому как бы с мамой наладились отношения, с дочкой тоже, ей уже старшей дочке, у меня 16 лет. Вот. У нас довольно-таки сейчас близкие отношения. Я так же ей рассказываю о Боге. Она видит, ну, она видела всю мою жизнь, как бы она понимает, что это Бог, она знает, что Он есть, что Он живой. Но в силу того, что еще как бы может молода, да, ей сложно признать какие-то моменты и вещи, да. Но я знаю, что как бы в сердце все равно она знает о Боге. Я знаю, что она его тоже призывает в свою жизнь в какие-то трудные минуты. И это благодарю тому, что она видела, что со мной Господь сделал. Вот. И хотела еще рассказать о том, что у меня муж, он тоже был зависимым очень долгое время. У него, он сам из Норильска, у него там умерла вся семья. Мама от инфаркта, папа тоже с сердцем проблемы, какие там были связаны. Брат от наркотиков, он там остался один, и он понял, что он следующий, от него даже собака убежала. Он решил продать квартиру и уехать, чтобы изменить как-то свою жизнь, потому что понимал, что он ничего с этим сделать не может. он продал там квартиру и уехал, так сказать, путешествовать в новую жизнь. И в один прекрасный день в городе Екатеринбурге к нему подошла женщина, телерепортер, тоже с такого же телеканала, христианского, и предложил ему пойти на реабилитацию. Договорил с ним о встрече через неделю, в это же время, в это же место, эта съемка была на вокзале. Он там обитал, там бомжевал. Он пришел через неделю на этот вокзал и попал на реабилитацию, она его отвела в церковь. Вот уже больше 10 лет он свободный человек. Вот у нас нормальная семья, здоровый ребенок. Есть крыша над головой, как бы для него это уже кошмар в прошлом, поэтому, наверное, скорее всего, через него у нас такое побуждение в нашей семье помогать людям, у которых нет крыши над головой, кто остались за бортом, как бы, живут на помойках, на вокзалах, у кого нет документов. Вот, скорее всего, может быть, оттуда идет побуждение в нашей семье служить таким людям. Вот, так что, слава Господу, у нас вот такая семья, и я прямо благодарю Бога, что мы нашли друг друга такие разные, с разных городов, я с Санкт-Петербурга, он с Норильском, нашлись в Выборге. Я верю, что это Бог. Просто люди сами как-то такие встречи, случайности, я в них такие не верю. А вот теперь в Бог Господа, я верю, что у него все реально. Слава Богу. Она пытается с ней дружить, как-то налаживать какой-то контакт, но и большая разница в возрасте 13 лет. Она у нас не так часто бывает, на каникулах или выходные, потому что живет в Питере, там учится. Вот, ну, конечно, отрицать, она ребенка не отрицает, принимает, как старшая сестра с младшей, нормальные, здоровые отношения, повозиться, поиграться, там побаловаться. Они пытаются выстроить дружеские отношения. То есть, как бы, он не претендует на роль отца, потому что она уже взрослая. А она не собирается его принимать как отца. Потому что уже взрослый все понимает. То есть, они пытаются между собой построить хотя бы дружеские отношения. То есть, там нету какого-то негатива нет никакой войны нету никакого там противостояния просто пытаются дружить учатся дружить может всегда это получается но они я знаю что оба старается я вижу это я думаю что придет день когда она наверное скорее всего более 100 более с пониманием отнесется ко всей этой ситуации вот поэтому как бы в принципе в нашем доме вот мир покой порядок все как должно быть у нормальных семей я говорю это для меня и сейчас из какого-то рода фантастики она я знаю что как бы вот внутри в душе она хоть как я знаю что обращается господом потому что тут была сдача экзаменов егэ я не говорила что мы всей церковью за ним молимся что все за ним молятся все за ней переживает я и рассказывал крутые возьми в класс войдешь помолись скажи господь со мной там все это на этого не отрицает но раз не отрицает значит внутри хоть как это вера живет просто ну она это не озвучивает открыто но я верю в то что в сердце она все равно все эти слова хранит и ими пользуются очень часто же приходится до молодым людям сталкиваться с какими-то вопросами непонятными со страхами своими бороться стеснением непониманием и я всегда говорю о том что ты вот просто бога попроси о помощи все и я знаю что она применяет это в своей жизни пусть это не афиширует но к богу она обращается точно и и и и и и